В Краснопольской средней школе восстановлена стела первому директору Риме Николаю Несычевой. Она была разрушена в годы перестройки. И только в этом году выпускники 93-го года восстановили историческую память, которая до сегодняшнего дня была только на фотографиях. Сама стела была разрушена, то есть бордюрный камень. Мы отполировали саму стелу, бордюрный камень собрали, покрасили. Ну, в принципе, все. Изготовили табличку. Стела была поставлена, если не ошибаюсь, в 74-м году. И в этот же год были посажены маленькие березки. И вы можете увидеть, что в этом году березы выросли выше школы. Мы помним совсем маленькие эти березы, потому что мы пришли в школу в 84-м году. Тогда деревья еще не были большими. На реконструкцию памятного места ушло всего несколько дней. Кроме стелы, выпускники привели в порядок и березовую аллею, которая была высажена более 30 лет назад в честь первого директора школы. Действительно, сегодня день торжественный, радостный и грустный. Мы вспоминаем. И память – это самое верное, самое правильное, что есть в человеке. Потому что память не заканчивается никогда. Мне сегодня очень приятно, что возрождается это место. Потому что больно было смотреть, как оно увядает. А школа держится. Наша школа. Я вот сейчас поздравляю учителей. И с удовольствием было приятно служить. Столько учителей поздравлено из нашей школы. Я говорю, где найти еще такую школу? Это действительно так. Сегодня появилась и новая легенда. Она касается всех выпускников. Теперь для того, чтобы сдать все экзамены на «Отлично», нужно повязать яркую ленточку на березу. И не снимать ее до получения аттестата. Даже с классом сейчас пообщались. Решили так же сделать. Вот завязали ленточки. Еще раз завяжем перед экзаменами. И надеемся, что не только выпускники Краснопутской средней школы, но и выпускники других школ будут приезжать сюда, повязывать цветные ленты на березы. И надеюсь, что экзамены они сдадут. Хорошо. Двигаясь вперед, нужно не забывать и о прошлом. Особенно о людях, которые оставили свой след в истории нашего округа. Сергей Прикян, Виталий Ефремов. Домодельское телевидение.